Краевые депутаты сегодня ушли на летние каникулы. В этом году они провели 13 сессий и приняли 130 законов. На последней сегодняшней сессии они позаботились друг о друге. Чем запомнился этот политический сезон, расскажет Денис Денисов. Ничем они особо не отличаются. В тайском боксе используются боксерские персиатки. Просто они разные. Одни для тренировок, другие для соревнований. Каждое утро Сергея Толмачева начинается с тренировки по тайскому боксу. Поэтому во время горячих споров в горсовете всегда сохранял хладнокровие. Вся агрессия выходит за время занятий. Утро перед последней в этом сезоне сессии ЗАГС Собрания не исключение. Правда, по словам депутата, градус дискуссий краевых парламентариев сильно отличается. Тем более, что многих коллег он хорошо знает. Был их политтехнологом на период выборов и помог обеспечить места половине народных избранников. Больше все-таки деятельности проводится, скажем так, в комитетах, в согласованиях, в комиссиях и так далее. И на сессии вопросы выходят многие более подготовленные. Поэтому мы не видим тех скандальных вариантов, которые зачастую были и до сих пор бывают в Красноярском городском совете. Хотя они считают, что это плохо на публичность работе того или иного органа. Но, тем не менее, здесь, скажем так, большая договороспособность. Это орган. Сергей Толмачев – один из четверых новобранцев, которые перешли в ЗАГС Собрания из скандального горсовета. Остальные трое – Глесков, Серебряков и Чащин. Плюс вездесущая Елена Пендина. И казалось, что в умиротворенном ЗАГС Собрании станет веселее. Но конфликтная атмосфера не прижилась. Я считаю, что просто появилась какая-то новая энергия, новая живость. Стали немножко под другим углом освещаться темы. И на работоспособность парламента это не сказалось отрицательно. Я думаю, что здесь мы видим такую ситуацию, что жизнь идет вперед, идет развитие, новые требования времени. Самые насущные вопросы, которые решали депутаты ЗАГС Собрания – вопросы экологии. А вопросов было много. Вспоминается сразу и рекорд дней под черным небом и сотни сообщений о несанкционированных свалках. Штрафов, по словам народных избранников, за год выписано хоть и много, но их размеры не то, чтобы соответствовать нанесенному ущербу. Ну а еще в этом сезоне депутаты жаловались, что им негде жить. Приезжающих на заседания из других городов стало больше, а служебных квартир на всех не хватило. Сегодня депутаты Красноярского края решили помочь иногородним коллегам с решением квартирного вопроса. И внесли законопроект о выделении бюджетных средств на аренду жилья для парламентариев. Ну а всего в этом политическом сезоне провели 13 заседаний, рассмотрели более 400 вопросов и приняли около 130 законов. Докладательное собрание приобрело большую живость, свежесть, если хотите, но вот никакого деструктивного расшатывания устоев нашего краевого парламента не произошло. Это, на мой взгляд, очень позитивный, хороший итог. Депутаты уходят почти в трехмесячный отпуск. Следующее заседание состоится только в конце сентября или начале октября. Точная дата еще неизвестна.